Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол это жизни и это начало нашей новой карьеры. Карьера за Лестер Сити. Вы меня просили давно, еще где-то в 2020 году в конце. Но мы закончили карьеру за Манчестер Юнайтед, поэтому сегодня мы будем начинать карьеру за Лестер. Вы эту идею отлично поддержали, потому что вы хотели, чтобы я продолжал карьеру в английской премьер-лиге. Я сказал, давайте уж тогда я начну как бы заново. За Лестер Сити мы начнем и все у нас тогда будет хорошо. Так, у Лестера вот такой вот интересный состав. С ним мы познакомимся чуть-чуть попозже. Извиняюсь сразу за свой голос, я немножко приболел. Но также, если вы чувствуете разницу по звуку, я купил новую для себя аппаратуру, новую аппаратуру, поэтому можете сравнить. Здесь вроде как шумоподавление получше, но и меня как-то тоже не так чувствительно слышно, как на прошлой аппаратуре. Поэтому пишите в комментариях, как вам звук лично мой, поэтому как-то так. Так, я даже не знаю, за кого здесь начинать. Я бы очень хотел Джерарда попробовать, хоть и в Лестере, почему бы и нет. А Джерард как-то высказался, что болельщики не хотят видеть Джерарда в качестве тренера Ливерпуля, потому что они очень любят Клоппа. Джерард сейчас тренирует в Шотландии, Рейнджерс. Но вдруг по Джерарду поступило вот такое интересное предложение от Лестера, и почему бы ему не возглавить футбольный клуб Лестер-Сити. Так что давайте попробуем, почему бы и нет. Так, статата трансеров средняя, средняя, средняя здесь. Включить ежегодно. Сложность звезда футбола, да. Давайте 5 минут, поставим евро. Так, ну и все. Вот так вот примерно мы будем начинать. Это же все, там, да, наша легенда. Не будем пока что на легенду куда-то там залазить, останемся тут. Итак, вот нас знакомит руководство сейчас, наверное, с офисом Лестера. Сейчас с игроками некоторыми познакомимся. Ну, Казпер Шмейхель, естественно, я не знаю, кто вот сейчас рядом с ним на футча похож. Но не знаю, он или нет. И вообще он играет еще или нет. Ну и Джейми Варди, это естественно. Я не знаю, сколько эта легенда у нас сыграет. Мы посмотрим в любом случае. Я буду также тренировать здесь, продолжать эту карьеру, как и в остальных абсолютно. То есть сейчас мы сделаем с вами чистку состава, посмотрим, по какой схеме играет Лестер. Свою схему я предлагать не буду. Будем играть по той же, которой играет сейчас Лестер. Будем докупать, если такие позиции есть, на недостающие игроков. Ну, а потом уже будем смотреть по возрасту, чтобы игроки именно полевые не были старше там 30. Тогда от них мы уже будем избавляться. Так что, мне кажется, этот сезон мы уж так оставим Джейми Варди у себя в клубе. Так, задача. Получить путевку на турниры Лиги Чемпионов. Давайте мы можем завершить сезон в верхней плане таблицы Лиги. Вот так вот скажем. Да. Не опустилась ниже восьмой строчки. Потому что я не могу сейчас так сильно рассчитывать на топ-4 английской премьер-лиги. Вот топ-5 может быть. Я попробую. Тут видите, как разброс такой. Топ-8 нам сказали. Поэтому мы попробуем. Какой у вас план? Все зависит от игроков. Действительно, все зависит от игроков. Так вот, быстренько с вами ответили. И дальше. Так. Я за честный и чистый футбол. Так мы постоянно вроде отвечаем. Поэтому посмотрим. Так, ну здесь нас снова обучают. Ну что же. Вот такой вот у нас сегодня распорядок. Три матча у нас будет. Если вы набираете, давайте, под этим роликом 40 лайков, то в следующем выпуске мы отыграем 4 матча. Если набираете 50, то 5 матчей. Но у нас вот так вот будет стабильно по 3 матча в выпуске. Поэтому сегодня домашняя игра против Саундгемптона. Выездная против Челси. Сразу опасная такая игра. И выездная против... Домашняя, да. Домашняя против Вестхэма. Поэтому давайте почитаем сообщения. Ну тут это все то же самое. Поэтому мы их быстренько так прочитываем. Ну и идем знакомиться с нашей командой. Шумейхель на воротах. Запасной у нас голкипер. Я так понимаю, так, Якупович 72, 36 лет. Поэтому сразу до свидания. Ну пойдет, можно так сказать. Слева у нас есть Томас 66. Ну в 5 защитников будем играть. Так что я может быть фланги попробую поднять немножко. Вот. Ну что же, вот такой вот у нас стартовый состав. Будет 83. Я так понимаю, тут капитана такого прям чистого нету, да? То есть кому не дай, у всех будет команду все равно 83. Ну пусть будет Варди. Давайте он все-таки полевой игрок так поинтереснее будет. Вот такой вот у нас состав. Будем мы играть с тремя нападающими. Одним опорником, одним центральным полузащитником. Я не знаю, ну и так 5 защитников. Может быть, напишите в комментариях, что зачем. И так, что у нас 6 игроков будет в защите. Поэтому вдруг вы захотите либо в 2 центральных, либо 1 центральный и 1 атакует, и будет полузащитник. Посмотрим. Пока что у нас Мэдисон будет играть на левом фланге. Я не знаю, что у него там. Как вообще посмотреть-то на него? Выбор позиции. Ну вроде как может, наверное, раз встал. На эту позицию. Да, видим мы, что у него атакующая полузащитника. И левый вингер, как в полузащите, так и в нападении. Зелененькие показатели. Значит, может он очень хорошо играть на этой позиции. Пока что он будет, пока не нашли ему замену. Вот. Ну и остальных игроков вы вроде как видите. Сейчас перейдем уже в переговоры. И будем чистить состав. Так. Ну с вратарями понятно. Якуповичу уже 36. Поэтому прошу прощения, но до свидания. У нас получается 3 центральных защитника. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть прям абсолютно все. Еще и 2 игрока в аренде. Поэтому, ладно, так пока что мы и оставим. Слева у нас Фуч, которому 34. И Томас, которому 19. Но пока что пусть держится. Рикардо Перейро, Кастанье, которому 25-27. Ну возраст нормальный. Джастин, ну чисто мне не нужен. Зачем мне 75-й и тем более 2. У меня 4 правых защитника, поэтому зачем. Диди Минди пока что. Ну здесь, кстати, надо посмотреть. Давайте я даже Чудхури или Чудхари, я не знаю, как правильно, в аренду пока что сдадим. Посмотрим, что там у Минди. Ну у него, кстати, вниз идет. Я не знаю. Ну давайте на сезонтик оставим Минди. Чудхари пока что отдадим в аренду. Вот. Пусть он там посмотрим. Через сезон уже все-таки возраст будет 1-29, другому 24. Поэтому понятно все, мне кажется. Здесь Телеманс Прайд. Джеймс, 70-й. Ну, 29 лет уже, поэтому в аренде он у нас. Из Барнс. Не понимаю зачем. Игрок взят, тем более в аренду до декабря. И этот взять в аренду. Я не знаю, зачем мне эти игроки. Многие. Слева, кстати, Барнс. Есть у нас 79-й. Поэтому есть, если что, для Мэдисона замена. А Йоза Перес справа есть у нас также. Сейчас мы глянем. Ну давайте вот Албрайтону сколько уже. 31, до свидания. Грей 24. Так, а Йоза Перес 27. Я не знаю на самом деле. Так, ну вот этого пока что точно продаем. Давайте Грея продадим. Деньги хотя бы получим. Есть у меня справа вот Айоза Перес и Ундер. Ундеру 23. Айоза Пересу 27. Грей 24. Ну, в любом случае, за это время мы найдем, наверное, какую-нибудь нормальную, если что, замену. У нас возрастные прям игроки нападения. Варди 33, если Мани 32. Оба у нас как бы основные игрока. То есть прям в клубе, а не в аренде. Так, какой-нибудь вот Ихианачо. Я бы отдал в аренду, потому что мы будем играть в одного нападающего. Поэтому вряд ли он нам пригодится. Ну, а этот паренек нам не нужен, он уйдет через сезон. То есть как-то так. То есть я смотрю по всем позициям. У нас все замечательно. Кроме, я так понимаю, центрального защитника. Вот, потому что раз, два, три, четыре, пять. Четыре в клубе. Три на поле у нас. Поэтому надо, мне кажется, найти центрального защитника. Начнем с этого. Остальных мы в любом случае все равно потом продадим. Так, как я буду здесь искать? Покажу вам. Мы будем, естественно, Англию работать. Пока что. Потому что мы должны забрать у клубов конкурентов, хороших игроков, чтобы мы были такой вот английской державой. Прям. Сначала общий рейтинг. Потом на подъеме. Ну и также давайте поработаем на весь мир. То есть не будем определенной местности у нас нету там. Поэтому здесь мы оставим нет. На что обратить внимание? На подъеме. То есть попробуем с других стран найти молодых нам игроков. Поэтому как-то так. Вот такие задачи я расставил. В молодежную команду я не знаю, стоит ли вообще лезть или нет. Здесь 60-й рейтинг у центрального защитника. Поэтому извините, но нет. Я могу посмотреть, кто там на транслянном рынке. Так, да-да-да-да-да. Так, не продлять без контракта. Давайте посмотрим. Ну а здесь общий рейтинг по убыванию. У нас здесь Игуаин. 85-й рейтинг Орбан. Кстати, ну неплохой, я не знаю, честно. Добавлю пока что. Компании, ну это возрастные прям здесь некоторые игроки. Дани Ольма, кстати, интересный игрок. Филипп. Ну на нашу позицию он прям не пойдет. Ну то есть Орбана единственного интересного игрока мы можем подписать. Давайте еще посмотрим на молодых тут игроков. Может быть кого-нибудь подыщем. Ну вот смотрите, есть Павон, кстати, слева. У нас как раз нету такого чистого левого вингера. Поэтому посмотрим. Павона добавим. Вы напишите еще в комментариях. Может быть стоит кого-нибудь. Я сейчас молодых таких прям накидаю. Игроков Гиндузи. Тоже почему бы и нет топовый игрок. Виэту. Ну на позицию нам чисто не подходит. Тоже от этого будем отталкиваться. Санта-Мария. Ну добавлю пока что, потому что мы еще не решились. Будем ли мы играть с опорником или нет. Также Ольма добавлю, потому что вы напишите в комментариях, стоит ли нам играть с опорником, либо с атакующим полузащитником, либо с двумя центральными. За Рачо тоже давайте добавим, потому что ну справа он может прокачаться на правого нападающего. Сейчас у него бэшка стоит. Если что, чаще его выпускать будет все замечательно, мне кажется. Ну и все. Добавили мы несколько интересных к себе персонажей в наш список. Около 12 футболистов, почти целая команда, даже один лишний. Но интересные игроки в любом случае есть. Поэтому напишите в комментариях, я не знаю, будет ли у нас еще время. Ну кстати да, у нас еще будет время, чтобы вам обсудить. До 20 сентября мы сейчас доиграем, то есть еще 10 дней будет на переговоры. Поэтому пишите в комментариях, кого из этого списка вы бы хотели видеть в нашей команде. Потому что, ну, бесплатные игроки, почему бы их не взять. Так, нам приходит сообщение скаута. Нам уже нашли центрального защитника из Англии, Аки. Из Голландии, тем более. Добавим его в список. Ну вот смотрите. Давайте по позиции, я не знаю, там как-нибудь расставим их. У нас есть два центральных защитника, то есть голландец из Манчетти-Сити, который, кстати, ну вот он только что перешел. И Орбан. То есть он даже повыше здесь будет. Я бы давайте Орбана сразу бы подписал. То есть без вашего там решения. Вот. У игрока хорошее впечатление, это главное о нашей команде. Поэтому до трешечки мы ему так можем сделать. Три деления. Два миллиона четыреста. Кстати, зарплатный бюджет у нас маленький здесь. Надо продавать быстрее игроков. Так, у нас сообщение по переговорам с Орбаном. Условия сформулированы. Замечательно к нам переходит 28-летний центральный защитник. Но в любом случае, ребят, это на время. По крайней мере, он еще два года у нас точно может играть в команде. У нас проблемная такая вот позиция с центральными защитниками. Так, и у нас здесь вроде как я увидел, пришло сообщение по Чудхури в аренду. Ну, кстати, мы можем навариться на нем и сдавать его по полгода в аренду. Если это так работает, ну вот мы его в полгода сдаем в аренду за 2 миллиона. Вот. Поэтому давайте его будем по полгода сдавать в аренду. Мне кажется, за таким игроком будут охотиться команды. Вот Берли уже решили его взять. Ну и Орбан, первый игрок, которого я вот подписал. Ну и все, пришел подписывать контракт при пресс-конференции, все такое. Ну, замечательно. Первый такой интересный игрок, 186. Ну, для центрального защитника это вроде как низковато, но нам пока что пойдет. Пока что пойдет, мы строим такую интересную в любом случае команду. Надеюсь, она будет неповторимая. Так что, первый вот игрок, тем более, свободный агент, почему бы и нет. Так, Ремиро перешел из Реал Соседада за 26 миллионов в Сити, голкипер. Орбан присоединился, их я начал отрицать слухи о трансфере. Варди в Астанвиллу может перейти, какие-то действительно дурацкие слухи пошли. Так, Орбан, да, вот присоединился к нам. Что у него там, кстати, по показать. Но у него вниз идут, но это понятно из-за возраста, наверное. Ну, сейчас посмотрим, как он вольется в команду. Он будет основным центральным защитником. Вот, вместе с Эвансом, Са Юнсу и Орбан. Вот, три центрального защитника по 82-му рейтингу. Так, что у нас по счету Хури? Они хотят вот за миллион девятьсот. В любом случае, давайте отдадим его в аренду. И нам этот миллиончик докинули в бюджет на трансферы. Кисе, кстати, переходит из Милана в Манчестер за 45,5 миллионов. Интересный трансфер, ему очень-то идет форма Манчестера. Дана Рума переходит в мадридский Реал из Милана. Милан что-то распродает своих игроков. Чудхури сдан в аренду в Бёрнли. Поэтому ничего страшного, полгода пока что отыграет. Альбрайтон отрицает слухи о трансфере в Нью-Кассел. Но я не помню, продавал ли я там или выставлял его или нет. Кстати, ну вот дальше нам ищут центральных защитников. Магуайра, Алдервельда и Рудигера. Так, ну Рудигер 190, Магуайр 194. Я не знаю, стоит ли нам Магуайра покупать? Все-таки он у нас был уже практически в прошлой карьере. Сейчас посмотрим, кого нам здесь нашли. Рубен Деш из Манчестер Сити. Так, Милитао из Реала и Каунде. Поэтому в любом случае, почему бы и нет. Не знаю, хватит ли нам вообще им на зарплату. Ну, посмотрите, сейчас у нас раз, два, три, четыре, пять. Уже все, да? А нет, Морган есть. Так, еще раз, раз, два, три. Четыре, пять. Пять у нас. Надо еще нам одного получается, остальных мы будем продавать. Поэтому еще надо нам одного центрального защитника. Сколько у Магуайра зарплата? Там, мне кажется, мы не потянем, да. Полтора почти миллиона. Я бы продавал каких-нибудь игроков. Да даже если не Магуайр, почему бы и нет. Ради интереса Рудигера мы бы подписали. Сколько у него зарплата? Ну, такая же практически. Нам не хватает. Надо, надо нам продавать. Поэтому будем пока что ждать. Ребят, что-то я посмотрел. Как-то там запись даже не шла. Я не помню сейчас, с какого момента. Я сейчас посмотрю и на паузу побыстрее бы нажал. Ребят, я посмотрел. Большие там у нас, короче, проблемы. Сейчас вы видите, третий матч уже в выпуске. Хотя там было у нас их три. А это только для вас первый. Как-то так получилось. Я не знаю. Не посмотрел, что запись что-ли снова не началась. Что-то такое там вышло. Куда-то она делась. А Саундгемптон мы обыграли, в общем, со счетом 1-0. Вам это попозже покажу. И проиграли Челси со счетом 1-0. Поэтому как-то так. Я не знаю, что у нас произошло. Трансферы сейчас, естественно, я вам многие покажу. Ну, вот это вот обидно, что на первом же сразу выпуске карьеры вот такой вот баг. Мой, ну, естественно, это косяк. Поэтому прошу прощения, ребят, сразу извините. Постараюсь дальше вот таких, чтобы недопущений не было. Так, Варди. Потащил шмехель. Молодец. Фуч. Здесь, кстати, очень опасно было сейчас. Чисто на вынос пытаемся мы сейчас выйти. Ну, здесь Варди. Забивай, брат. Нет, не получил вдалки. Короче, хорошо сейчас отыграл в этом моменте. И все, заканчивается матч. У нас нулевая ничья. В первом туре Лиги Европы. Но, кстати, здесь мы этот матч, можно сказать, провалили. Как бы доминировала домашняя команда. Улучшим стал шмехель, 7-0 у него оценка. Ну, и, кстати, кто у нас в группе? Сейчас мы глянем. У нас в группе Гранада и Стандарт Лиги. То есть группа такая интересная. Заранее, действительно, прошу прощения, ребят. Не знаю, как это так получилось, что не записалось два первых матча. Сейчас без проблем вам покажу, что там как случилось. Наши трансеры. Вот. Мы проиграли Челси. Дома 1-0. Ой, на выезде, да, 1-0. И дома обыграли Саунгэмптон 1-0. Забил Мэдисон с голевой от Варди. Здесь забил Жиру. Вот. Как-то так. Что у нас по трансерам? Сейчас тоже покажу. Вот. К нам присоединился Орбан, Девинсон, Санчес. Джеймс. Это еще арендованный. Да-да-да-да-да. Чудхари мы отдали вот в аренду. Я не помню, на каком моменте там мы упустили эту нить. И Хианачо мы отдали в аренду. Как-то так. Многих игроков продали. Так, ну у нас сейчас переговоры, кстати, по нашей даже команде. Смотрим. Гомес. Согласен, да. Но просто, чтобы была повышенная годовая зарплата, без проблем. 3 миллиона 200 будет получать у нас Гомес. Остается 200 тысяч буквально. Но зато у нас есть хороший центральный защитник. Теперь вместо Моргана. Он к нам придет зимой. Ну и почти 600 тысяч хочет Монако запустить за Моргана. Поэтому давайте мы соглашаемся. Ну как-то так. Так, что у нас здесь? Насчет Фульча. Его ищут еще пока что. Интересуются им. Кстати, никто. Вот этот и прикол. Австрийского защитника никто не хочет видеть к себе в команде. Возрастной действительно игрок. Что насчет левого защитника у нас? Так. Позиция по возрастанию. Вот. Ангелини. Интересный тоже сам по себе игрок. Сколько он стоит? Посмотрим, так ли он будет. Согласен или нет. За миллион триста играть. Отправим, посмотрим, почему бы и нет. Так, ну и все. На этом мы заканчиваем первый выпуск. Ребят, извините, пожалуйста. Прям очень обидно, что так первый выпуск получился. Переигрывать тому уж точно не хотелось бы. Потому что там все-таки и игроки интересные. Поэтому как-то нет. Начинать с переигрыша и переигрывания матчей, карьеру как-то не хотелось. Поэтому надеюсь на ваше понимание. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид, до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok